Всем привет! Давайте сделаем Риоху Great Again. Получится не так, чтобы сильно, потому что она 2014 года. Поэтому это еще та-та Риоха, учитывая, что это резерва, да, все-таки такой старый стиль. Плюс Кун, производитель классический, многотиражный и, можно сказать, что он такой как бы попсовый. Хотя я не знаю, кто попсорит, Куна или Рамон Бильбао. Ну, в общем-то, что Рамон Бильбао, что Куна, мне кажется, что с резервы, ну и там Гран-резерва, это все достаточно интересно уже, более-менее. Я даже вспоминаю, как же там такой был тоже производитель. Сейчас не вспомню, но он был в Перекрестке и тоже вроде как бы недорого стоил, там даже Тарагона у них была. И, знаете, вот когда приходишь на выставку и там вот вся линейка стоит, вот резерва Гран-резерва интересна в любом случае. То есть стиль отыгрывает и, как бы, сдавать позиции я бы здесь не стал бы, потому что, хоть они тоже пытаются сделать вино фруктовым, все-таки некоторая стилистика, особенно которая основана на контролируемой выдержке в дубе, да, когда у нас четкое законодательство по выдержке в дубе, то тут достаточно сложно выйти за рамки. Хотя получается, конечно, но я имею в виду, что все равно в какой-то основной своей массе плюс большие производители вряд ли когда-то откажутся от классического стиля. Тем более, это 14-й год, значит, это вообще, как бы, хотелось бы сказать прошлый век, но давайте так, прошлая жизнь. Там еще несколько бутылок было старых, но, честно говоря, все они уже не в кондиции, а вот это, как бы, да, такое более-менее. Давайте по цвету. Цвет легкой прозрачностью все-таки обладает, а это темпромилио, все тут понятно. Для 14-го года, посмотрите, в принципе, какой-то даже намек на рубин есть, может быть, поэтому оно и выжило, потому что такая легкая йодистость коричневца, она, в принципе, в теле присутствует, но я бы назвал бы все-таки цвет до сих пор рубиновым. Он, вот, особенно на отливе, перемежается от холодного к теплому, ну, вот как-то между ними он и застрял. В принципе, для выдержанного вина я считаю, что нормально. Ароматика классная. В принципе, резерву достаточно сложно заподозрить там в сильном прямо дубе, да. Бывают, конечно, производители, которые вот дубят до сих пор очень сильно. Например, я был на дегустации Испании, и там все топовые вина, даже белые, были так хорошо задублены. Кто-то просто более аккуратно, кто-то более мощно, особенно традиционалисты. Так вот здесь, я бы сказал, что фруктовая доминанта превалирует над дубом. Есть, конечно, во втором носе, скажем так, сливочный момент, но в отличие от крианца, он обладает совершенно другой глубиной. Хотя глубиной сложно это назвать, наверное, просто другим характером. Это сливочность, которая уже в перемешку с фундуком, с пралине, с какими-то такими йогуртными немножечко тонами. Но все-таки из-за того, что это основано все на вишне, на таких ярких ягодах, хоть и тоже таких конфитюристых, скажем так, или сиропных. Но все-таки это такой другой дуб, другая ванилисть. И мне, в принципе, нравится. Достаточно яркая до сих пор, хотя вот в бутылке у нас не так много, а было открыто вчера. В общем, живучее оказалось вино. Хотя вот, если бы я его нашел на полке, 14-й год, конечно, 7 лет, вроде немного, а вроде и немало, скажем так, для такого уровня. Давайте попробуем. До сих пор отыгрывает. Я вот эту йогуртность помню в старом Бордо. Вот когда оно от мала до велика было вот так задублено. Ну, как бы, у нас есть вишня, у нас есть вот в данном случае даже какое-то черное смородина, ежевика, то есть темные ягоды и красные. Даже можно сказать, что это переходит потом в бруснику и какие-то такие производные. И дальше потом идет такая легкая горчинка дуба, ванильность такая ореховая немножечко. Но, знаете, вино вот кажется по ощущениям таким молодым, скажем так. Даже если учитывать, что это выдержанное вино и категории резервы, то есть оно изначально было сделано более фруктовым. То есть мы в 14-м году уже понимаем предвестники фруктовизации риохи. И, в общем-то, очень радостно, что даже большие производители достаточно быстро реагируют на рынок. Но у них там вообще сложность была. Просто в какой-то момент более молодые люди перестали пить резерву, гран-резерву. Перешли на Крианцу, а потом с Крианцы пришли на Рабле, а с Рабле перешли вообще на самые простые глу-глу вина. А может даже на пиво, еще на что-то. Напомню, кстати, смотрите, какая раньше была акцизка. Ну, вернее, марка у региона. Красиво. По-моему, сейчас она другая, но сейчас, кстати, уже не вспомню. Ну, как-то бросается в глаза, значит, какая-то разница есть. 13,5% алкоголя. Классно работает вино. Не буду, наверное, второй раз пробовать, потому что... Ну, это вино... Хоть и проходящее, но оно показывает. Показывает возможности региона и производителя и движения стиля.